всем привет с вами Виталий Сытник у меня есть ботинок 401 m гепард gp401 m я возьму тот который без бирки и гепард gp724 эти ботинки водонепроницаемые полностью проверим чтобы знать точно так это или нет он мурчит и дает согласие главное чтобы они влезли они у нас не влазят ставить их в воду 1057 это я поставил одиннадцать двенадцать четыре плюс двенадцать четыре плюс двенадцать шестнадцать минут где-то прошло сейчас я рукой попробую все абсолютно сухо сухая салфетка пробуем там и в пяте ну вот салфетка не мокрый кстати ай-яй-яй-яй-яй-яй пол забрызгало но это не страшно я думаю тут будет больше пита в воде покажу тут-то будет больше носок в воде начали мы из одного ботинка другой сам погрузился в воду все-таки он сам решил поучаствовать в эксперименте двенадцать ноль ноль прошел уже час ставлю носок и в петух все сухое ботинок вот этот черный носок полностью в воде все сухо ребята по поводу второго сомневался потому что он так нырнул нормально в воду вот все сухонько никакой влаги нет неплохо справляется по поводу черного я в принципе думал что уже возможно будет промокать потому что весь носок там полностью погружен в воду вот по поводу мультикама не сомневался тот который светлей но тем не менее оба ботинка сейчас стоят и в принципе не никакой влаги в них не проникло хотя черный мы чуть чуть позже поставили если помните так черный носок полностью в воде и вот этот кто то полностью питал в воде двенадцать тридцать девять пробуем сухая как видите ребята сухо интересно вода даже до шнурков дошла и тем не менее уже за столько времени и ничего нормально не промокло то есть функционирует хардшелл и мембрана вот это вот я думаю что будем держать пока не промокнут ну я думаю что все равно должны были бы промокнуть если так долго правильно потому что есть швы есть там соединения какие-то 14.03 прошло уже три часа салфетка сухая получается он вот по сих пор полностью ребята полностью в воде даже в шнурки вот затекла вода сухой прикиньте три часа он полностью в воде и не намека на влагу температура в нем прохладная ну что в принципе не удивительно потому что воду я наливал холодной из крана вот пробую везде и вот наша салфетка ну пусть стоят посмотрим время у меня есть сегодня выходной сейчас я наверно где-то пойду погуляю уже вернусь и посмотрим что там дальше честно говоря ребята не знаю была ли это хорошая идея потому что на дворе весна заду вы тут можете посмотреть через что мы только что проходили 15.54 на телефоне у нас они сухие я в шоке вот это да пятка носок все сухо сухой я в шоке пять часов они в воде не промокли не то что не промокли не намокли не промокли не влага никакой даже намека на это нет вот этот материал хардшелл он такой уже ну типа как мокрый как намок но внутри ну внешне он как бы намок и то все равно вот вижу стекает и все не он даже сразу вот вода стекает с него и он сразу же стает сухой он даже не намок даже вообще даже до мембраны я так понял вода не дошла из этого хардшела но и и как их там не поправлялся рено не себе свою свое удобное положение находили сейчас уже темно снимать дальше уже смысла я особого не вижу смотрите ребята аж от шнурки чувакает вот снаружи вот так мокро ну чтобы понимать что ты вроде сухо ну в смысле холодно так но сухо достанем стельку вот стелька видите стелька сухая полностью вот тут но это я не знаю это от руки или не от руки это от руки или нет вы здесь такой вот чуть-чуть влажный они не мокрые вообще но влага как бы чувствуется что там важный воздух сейчас я еще салфеткой везде вот такой вода потекла сейчас салфеткой везде вот проведу вот вот салфетка вот видите салфетка чистая короче их вытаскиваю потому что я не вижу смысла их уже там внешне они мокрые конечно но это только внешне чувствуется как бы в ботинку повышенная влажность ну такой прохладный холодный воздух что-то такое типа знаете но чтобы ощутил рукой что мокро не ощущает то есть они сухие они сухие но там так прохладно то есть чувствуется что вода где-то близко короче они сухие я не знаю я достаю их 7 часов ботинки мог ли в тазике с водой в результате они полностью сухие где-то вот сюда не знаю там плюс-минус воде они были полностью вопросов к ним нет рекомендую ли покупать конечно рекомендую по сути я думал они промокнут но я думал что они будут долго там плюс-минус там может пару часов постоять и промокнут не промокли вообще показали себя с лучшей стороны не промокли мог ли целый день в тазику рекомендую их брать покупать и не думать если вы думаете брать или не брать берите ну вот такой вот был у нас сегодня тест тест на промокаемость ботинков гепард gp724 черный цвет и гепард gp401 м мультиками если вам понравился этот тест если вам понравилось это видео обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал смотрите мои другие видео если у вас есть что-то добавить прокомментировать комментируйте подписывайтесь на мой канал всем спасибо до свидания